Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский, давайте помогать парню. Парня зовут Мухаммед. Значит, да, Валерий, получил ДОС, спасибо за честность. У меня такой вопрос, просто я начал учить Python два месяца назад, успел изучить списки, функции, возможно, есть еще что-то, и так далее. То есть человек где-то оплатил курс, это прекрасно, и пришел ко мне учиться, увидел джанго уроки. Теперь, Мухаммед, давайте, то, что вы купили где-то курс, это прекрасно, в этом нет ничего плохого. Сейчас, на самом деле, все будет зависеть от того, как вы себя будете вести. Есть два варианта. В одном случае у вас будет каша, в другом случае вы можете использовать это время для того, чтобы не делать, как другие, учу питом год, не пишу, а уже начать писать буквально в ближайшее время. Вот картинка. Тут просто картинка, чтобы показать вам на примере. Человек разобрал двигатель, положил на полу в гараже. Смотрите, я вас буду приводить в гараж каждую неделю в течение года и говорить. Мухаммед, вот это блок цилиндров, вот это клинвал, вот это распредвал, вот это крышка. Через неделю опять я вас приведу и опять расскажу. Потом через неделю и так далее, и так далее. Скажите, вы научитесь собирать двигатель, настраивать и так далее? Нет. Самое простое это вас привести один раз с собой и сказать, Мухаммед, мы сейчас с вами будем собирать двигатель. Вот это, вот это, блок цилиндров. Мы сюда будем ставить клинвал, поршни и начать вместе ставить. Скажите, пожалуйста, в каком случае вы сами, вы поймете быстрее, как собрать двигатель? В первом, когда я вам прихожу и показываю вот это, есть то-то, то-то. Ну вы поняли, да? Во втором, конечно, быстрее. То, что вы сейчас написали, успел изучить списки, функции. Давайте, вы можете проверить сейчас себя. А потом я расскажу уровень и вот про ООП вы сказали. Давайте проверьте себя. Итак, вот я набрал Python Toga Source Code. Исходный код Toga. Открываю ссылку Ядро. Открываю Toga и открою App. Значит, вот вам задание. Файл я вам приложу. Вы же изучили функции. Функции и методы работают по одним и тем же принципам. То есть, Dev вы знаете. Попробуйте описать этот файл. Даже, я понимаю, класса вы не изучали. Вот что знаете, то и описываете. И сами себе дадите оценку, насколько вы описали. И возвращайтесь к той картинке. Либо мы собираем двигатель вместе. И если мы этим будем заниматься в течение месяца каждый день, то через 2-3 месяца вы будете неплохим специалистом по сборке двигателей. Либо вы ходите в гараж, смотрите на запчасти, но ходите год, два, три, но так никогда и не научитесь собирать двигатель. Поэтому, вот вам исходный код и проверяйте. Это код 1. Код 2. Я открываю Django. Исходный код. И мы сейчас зайдем кое-куда, где есть только, я надеюсь, функции. Не надеюсь, а посмотрим, где есть функции. Если вы изучаете язык, то рано или поздно вам понадобится все равно писать функции. Мы с вами зайдем в юха стандартные функции. Вот пакет написано Django Shortcuts. Сейчас зайдем, посмотрим Django. Учитывая, что мы посмотрели, еще раз говорю, где находится, я отвлекался просто, то искать долго не приходится. Где он там наш? Берем Django и внизу будут вот этот файл. Открываем. Действительно, здесь мы видим функции. Опишите все, что вы понимаете в этих функциях. И опишите и прислите файл с вашим описанием. И все станет на место. Понимаете? Вы сами себе ответите на вопрос. На следующее. Либо вы ходили в гараж и просто смотрели, либо вы что-то делали. В данном случае от ваших действий зависит, либо вы мусора наберете сейчас в голову, либо начнете писать. Поэтому вот это вот успел изучить списки функций, я вижу просто это как отрывочную информацию. Теперь смотрите. Когда я написал, Мухаммед написал ему рекомендации, что вы можете через полгода изучать, потому что он собирался ООП. Просто так получилось, что сейчас я буду для школы сдавать ООП, но немножко в другом формате. Хорошо, завтра попробую структурировать информацию и построить план обучения с учетом других курсов. Дальше отпишусь. Да, сейчас я вам буду рассказывать совершенно не о том, вы можете на самом деле использовать те курсы, где вы учитесь в раз тысячу эффективнее. Каким образом? Мухаммед, мне не надо ходить к гадалке, чтобы понять, как вы изучаете даже из трех слов. В этом нет ничего плохого. Все будет зависеть от вас. То есть мы не будем трогать преподавателей. Скорее всего, возможно, там прекрасные преподаватели, которые, грубо говоря, зарабатывают себе еще, кроме основной работы, на кусок хлеба. У них есть план. Этот план 100%, примерно, откроем документацию. Туториал. Этот план примерно такой, как справочник. Построен справочник абсолютно любого языка программирования. Все идет по порядку. Иными словами, вы сейчас занимаетесь тем, что ходите в гараж, и вам рассказывают, это распредвал, он делает то-то, 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 вы запомнили, на завтра забыли. Когда мы дойдем там до вкладышей, вы уже навряд ли будете помнить, что такое распредвал и зачем он нужен. Тогда я вам сказал, что преподавателей мы не будем трогать. У них есть план. И, скорее всего, я уверен, там прекрасные преподаватели. Они работают по плану, потому что им надо заработать кусок хлеба. Все. Ну, а что бы в Суновском? Ну, на самом деле, как вы знаете, я очень часто ругаюсь матом, поэтому мне все равно, как ко мне относятся. Но мне надо, чтобы люди писали, а не пишут. Вот это единственная цель. Сейчас вы стоите перед выбором. Вам, вы изучаете только два месяца. Пойти по накатанной стезе, проучиться год и не писать, и потом задавайте вопрос, почему же у меня не получается писать. Либо сейчас вы проходите там курсы, это прекрасно, но вы меняете свой подход к обучению и проработке материала. Итак, Мухаммед, сейчас я напишу, а потом перечислим вам домашние задания. Еще раз говорю, это же могут делать ребята, которые тоже где-то начали учиться. Это ваше дело. Делать или нет? Я дам только рекомендации. Потому что, зачастую, чтобы имели в виду, отвечу на некоторые вопросы. Когда приходят люди в школу и спрашивают, а вы проверяете задания? Ребят, да делать мне больше нехрен. Проверять задания. Несколько тысяч человек, я буду проверять задания. Нет, ребята, я работаю в группе и направляю бесплатно тех, кто активно работает. Зачем я это делаю? Чтобы помочь другим участникам школы. У кого-то нет времени, кто-то стесняется. Но когда в группе идет работа, вот сейчас парня посмотрим, другие могут, у кого раз в неделю, но он будет идти правильно и будет писать, да, видя, ага, вот тот парень работает с функциями, и я так поработаю. То есть проверять, там буду, не буду, то иными словами, вам надо показать, что я очень хочу учиться, ну так хочу учиться, что выполняю задания, делаю, вот тогда я буду направлять. В данном случае просто я сделал первый шаг, почему? Потому что парень заплатил где-то деньги учиться и заплатил, оплатил у меня курс. Иными словами, мне захотелось ему помочь. Будет он брать эту помощь или нет, это его дело абсолютно, да, я сделаю первый шаг. Тем не менее, это видео может помочь и другим ребятам. Итак, первое, продукт ТОГО, он вам может понадобиться. Что это за продукт? Это продукт, код, кстати, еще зачем даю такой? Это код написан профессионалами высокого класса. То есть, этот код от ведущего разработчика Рассела Кейта Маги, который, в принципе, творит чудеса, действительно. Поэтому у таких людей надо учиться. Сразу, когда мы видим этот код, но он очень простой. Он настолько простой, вот такой простой код писать могут только профессионалы высокого класса. Иными словами, задание номер один. Вы берете и описываете этот файл, что в нем понимаете, с учетом ваших знаний на сегодняшний день. И второй файл, который вы описываете, так как вы прошли функции, это момент Че в вашей жизни, да? Сейчас мы посмотрим, почему. Итак, описать файл в любом порядке. И как понимаете, что там происходит в этом файле согласно коду. Я вам далее не даю подсказок, потому что бывает даже случай, когда человек приходит, говорит, вот я знаю только D, а потом проходит два месяца, он профессионально описывает файл, ну типа такие вещи пишет, да? Возьмем пример, да? Как раз я потом покажу, какой должен быть уровень перехода к классам, да, на самом деле. Пример использования элитера объектов, голову какие-то особо генальные принципы, понятия знаю, да? То есть, так, стоп, это другое. Ну вот, интересное, да, сообщение. Добрый день, как бы смысл понятен, прикрепляю файл с проработкой, но скажу, что радостью-то немного разбирать код, написанный серьезными ребятами. Тогда я сказал Денису, а что ж вы думаете, что вы не серьезный? И очень неплохо получилось. Это, кстати, тоже относится к вашей тематике, да? И сразу я у вас спрашиваю, уважаемый Мухаммед, вы используете Jupiter Nobook? Вот тут в курсе Жанго пишем сайт на Жанго либо здесь, ну пока здесь, либо потом вот этот лист искать сбоку, да, во всех. И тут 17-е, по-моему, или 18-е видео, установка и простая настройка Jupiter Nobook на Жанго 4, Жанго 3, все это будет работать. Жанго 18. Далее. Вот здесь на сайте кое-что еще можно глянуть. Подготовка, сейчас, секунду. То есть, поняли, то будет в курсе Жанго, но кроме еще, еще я показывал. Сейчас посмотрю. Если вот это полный курс создания сайта, то здесь есть маленький момент для того, чтобы работать с Жупитером. Вот установление Джанго. Там Того и Джанго 3. Только начало. По сути дела, по сути дела, Жупитер документация. Вот эти уроки надо просмотреть. некоторые вещи. Некоторые И там по Жупитеру еще кое-что узнаете. Сразу, как мы на сайте, я скажу, что вы все равно будете ООП планируете проходить. Поэтому открываете раздел Python ООП плюс Дев системы работы с кодом. Тут немного урока, около 30. Поймете, что такое сельфи. Самое главное, теоретически поймете, что такое система работы с кодом. А мы с вами пишем. Давайте вас грузить, как говорится, по полной, чтобы у вас было только либо правильное действие. Итак, Jupyter ноутбук, где показал работу с ним. Это командная строка, которую можно сохранить. И вернуться, и дописать. Второе, просмотреть систему работы с кодом. С кодом. Ну, давайте смотреть, где мы там были. И по жанру я показывал там, да, запомните. Итак, что такое система работы с кодом? А вот посмотрите уроки и ответьте себе. Если вы открываете два месяца и вам кода не становится понятного больше, значит, система работы с кодом ваша хромает, да, то есть вы делаете ошибки. Первый вопрос я у вас спрашиваю, а с документацией вы работаете? Вот вы прошли сегодня списки, функции, а вы можете все это найти за 20 секунд, ну, пусть за минуту, как бы просто найти в документации, что будет включать в себя, то есть верный запрос, то есть правильно, знаете, что смотреть и так далее. Ну, посмотрите уроки, поймете, да, и понимаете. если вот этого не делали, то вопрос, на кого вы учитесь. Большинство ребят учатся, а в документацию не заглядывают. Иными словами, я в машине буду ездить, но заводить ее не буду. Абсолютно та же ситуация. Что вы будете делать? А вот что вы будете делать. В гугл лазит. И читать разную чушь. Домыслы переписаны одних у вторых. Вот и все. А ваши выводы вы делать не сможете. И так как документация это часть работы программиста, то тогда вы эту работу делать не будете. Соответственно программистом вы не станете. Плюс командная строка, плюс много-много-много всего. Не будете работать с документацией, не сможете читать исходный код. Не сможете читать исходный код, да какой программист? Человек, когда идет в школу, он изучает букварь, сначала начинает читать, а потом уже со временем начинает писать свои книги, допустим, да? Вы хотите, если мы хотим программировать, но читать код не собираемся, а хорошо бы научиться сначала читать и понимать код, а потом уже писать. Кстати, это идет наравне с одно с другим. Вот когда вы пришлете задания вот эти, вот тогда я вам скажу, что делать, могу сказать, что делать лично вам в этом случае. я даже могу сказать, судя, что не первый человек, вы не первый человек, да, уже давно, я даже знаю, что вам надо делать, я даже знаю, что вы точно не знаете. Вы написали, отвечу по по ходу вот человек задавал вопрос сразу, да, сейчас я отвечу. Недавно заметил, что у вас канал меня заинтересовался, возник вопрос, у вас 120 видео в открытом исходном доступе, да, по, обратите внимание, ребят, здесь 41 урок только, да, действительно, остальное все это обзоры, да, того, что мы делаем, если брать, допустим, по Django, Django 4 пишем сайт с нуля, да, действительно здесь есть 40 уроков, которые просто можно делать, создать там виртуальное окружение, установить библиотеки и бла-бла-бла, все остальное, это реально, но это не начало, начинать надо с нуля Django, поэтому надо открывать, вот когда открыли, Django старт сначала, потому что есть уроки, где мы вообще соображаем, какую стратегию изберем, и вообще принципиально, как относиться к Django, а там мы уже пишем сайт, поэтому здесь надо Django 4 начало, да, нажать, создание проекта и поехали, смотрите, Мухаммед, успел изучить списки функций, грубо говоря, набирая мусор, вы знаете, вот здесь, вот когда функции, вы знаете, что такое затереть, чтобы такое взять, тереть штаны и протереть дырку, так вот, показываю вам сообщение парня, который на сегодняшний день подходит к ООП, да, показываю его сообщение, как раз сейчас я покажу, я не забыл, то, что вам кот хотел показать, вот этого парня, то есть, смотрите, когда он проработал, кстати, Мухаммед, обращайте внимание, что-нибудь понимаете, метод сначала проверяет, это сложный файл Django, а сейчас вам рассказываю того, что вы точно не делаете, вот, Денис, да, вот теперь посмотрим его сообщение, значит, я же вам давал его читать, я не зря, смотрите, давайте почитаем вместе и скажу, на что обратить внимание, всем привет, брал отпуск на неделю, нужно возвращаться в строй, я сохранил даже то, что он делал в этих, для того, чтобы составить немножко план для других, потому что это классика, да, во-первых, парень действительно помогает ребятам в школе, потому что он действительно вот так серьезно относится, работает, действительно, вот, как, ну и много других ребят таких, да, ну, вот работает, ну, хватает сил, а это трудно, а уже другие ребята, кто хочет потихоньку, немного выложил мысли, думаю, что лет 20 назад, ну, это пока лирика, программира проходила, значит, за недостатком информации, 20 не знаю, Денис, ну, 14 знаю, да, действительно, не было русских книг, была одна книга, Лутца, но которая ничего не давала, кроме каши, на сегодняшний день, это понятно, сейчас же все растет с того момента, стало много информации, и отсеивать, выделять главное, абсолютно верно, если сначала обучение, было вообще мне ни хрена не понятно, долгое время, абсолютно правильно, абсолютно нормально, то есть, представьте, представьте, Дениса, который несколько лет ходил по гугл, набрал кучу информации, и в принципе, вот когда я на него посмотрел, готовый программист, только с кашей в голове, то сейчас идет обучение, в той же прогрессии, я могу использовать какие-то начальные знания, они мои, то есть, он научился то, что он раньше набрал, сегодня выстраивать в систему, и это буквально оказалось просто, на самом деле, это Мухаммед к вам относится, я не зря вам говорил, дело в том, что достичь конкретного лица, то за короткое время нужно определить конкретно, я хочу писать веб-сайты, бэкэнды, пока не определился, это мы пока опускаем, это Денис, во-первых, не может новичок с этим определиться, не все, да, редкость, с другой стороны, что в любом случае, основы те же функции, да, они должны быть отточены, ведь сами писали и убедились, что везде все передается, да, иными словами, в любом случае, там надо писать, конечно, так будет проще, просто можно будет подтянуть, под веб, там, HTML, CSS, HTTP протоколы, и всю хрень, у меня еще немного плавает, да, бросил, пошел дальше, для этого все нужно, качество обучения нужна база, я пришел в школу, действительно, с кусками кода в голове, вот смотрите, вот это относится, Мухаммед, к вам, то есть сейчас, пока, если вы просто учитесь, и все будет зависеть от того, как вы опишите файл, и сами себе честно ответить на вопрос, либо вы сегодня учите программировать, либо вы набираете куски кода в голову, да, которые с каждым добавлением, превращаются в кашу, Валерий, по-моему, мне все это объединить, за пару месяцев, ну, я только направил, я-то ничего не делаю, я же, как говорится, я только показал, куда надо Денису-то плыть, да, и что делать, и он это начал делать, и у него все это собралось в голову, в голове, дальше поехали, по Джанго, в общем-то, я ему написал, да, вот он дальше начал работать, 1 час 45 минут потрачено, на что раньше на исключение трачились вообще числи, вот он писал, да, по 4 часа времени, сейчас на это 10 минут, потому что что он это видел, потому что метод обучения через исключение, как я показываю, это основной, то есть если он, проходя Python, работал через исключение, как это делается, да, вот давайте посмотрим его файлы, другие, да, здесь он описывал, сейчас я к этому вернусь еще, ну вот, да, то есть через исключение, то понятно, что исключение, да, тогда он видел их, понимает, о чем речь, то есть только построится под жанр, ну а здесь такой фрагмент, это то, что я называю, где он мог, опять же, зарыться, Денис, иными словами, это опять относится к вам, Мухаммед, вот смотрите, вот вы написали, что вы прошли функции, да ни хрена вы их не прошли, вы просто познакомились с функциями, и все, их надо затереть, а затереть в том случае, чтобы на автомате считывать параметры функций, если вы откроете файл, и быренько ориентируясь по параметрам, изложите логику, то вопросов нет, значит действительно вы изучили то, что надо, если вы прошли функции, и мутно себе представляете параметры, а при этом даже вообще не понимаете, что там, что нечто стоит, но вы знаете и все, то дальше даже не стоит что-то учить, да, проходите уроки, ну, в данном, давайте не будем торопиться, но я могу сразу сказать, результат я уже очевидно знаю, в данном случае вам надо просто будет пересмотреть свое отношение, в первую очередь к функции, а потом оттуда уже начать плясать, если вы хотите, чтобы у вас каша дальше перестала образовываться, а началась выстраиваться в систему, ладно, подождем, возвращаемся назад к Денису, вот, все он делал правильно, он с итераторами работал, все прекрасно, он поднял многие, это, итертульс разобрался, в общем-то, теперь, Мухаммед, соображайте, он с итераторами отработал, да, месяц, что уже кричал, все, не могу, ничего не липнет, когда я ему написал, сообщение какое, захороните, все, потому что то, что вы работали с итераторами, это не прилипнет никогда, вы сейчас, бомбили эти итераторы, а что надо на выходе, на выходе, как в жизни, приехал на дачу, на даче грязно, у вас, если грязно, есть всегда какой-то шаблон в голове, нет веника, есть тряпка, нет тряпки, ну, пойду какой-нибудь, там щетка, где-нибудь сарай вспомнили, то есть, знаете, чем пыль убрать, и, то же самое, как применить эти итераторы, итераторы, то есть, как я говорю, полуфабрикат, и вот Денис начал описывать, да, давайте возьмем самый простой случай, ну вот, я ему сказал, а теперь вот тебе код, и разберись, как используют итераторы, в данном случае, вот, представьте, вот он пишет, да, есть список, удалили элемент, а потом, как проверить, провести итератор, и пересчитать, вот эти вещи, называются, я называю, я не знаю, как они называются, полуфабрикаты, да, или сниппетами, их нельзя назвать, да, почему, потому что это полуфабрикат, это имеет конкретная цель, потому что сниппет это общее, иными словами, он навсегда запомнит, если у меня есть количество алиментов, не важно чего, не важно где, то при помощи итерации, я могу убедиться, что правильное действие было совершено, удалено, добавлено, да, вот это останется, то есть, Мухаммед, я надеюсь, вы теперь соображаете, что такое настоящее изучение языка, поэтому, как я говорил, у вас есть выбор, еще задание, которое мы вам дадим, так, вот вы пишете, да, Мухаммед, хорошо, я завтра попробую структурировать информацию, построить по-новому учению, с учетом других курсов, это, я и записал это видео, чтоб вы херни не творили, что вы через два месяца можете структурировать, чтоб больше каши, вот что я вам дал, вы занимаетесь спокойно на тех курсах, а я вам всего лишь подбросил идею, чтобы вы начали писать, используя, если вы там занимаетесь, используя и мою школу, и ту школу, но поменял свое поведение, да, поменял свое поведение, поэтому тогда будет эффективность для вас, ну, сто процентов больше не дашь, именно поэтому я просто подумал, ну, что парень будет ерундой заниматься, да, сейчас он будет что-то структурировать, единственное, что вы можете сделать, когда вам станет интересно, это тупо начать проходить курс по джанго, там можно действительно проходить по порядку, потому что мы пишем сайт, но желательно иметь хоть какие-то навыки ООП и функции, так вот, закончу, закончу, вы действительно можете начать там на том курсе проходить ООП, пришлось отлечься, но вот эту остальную часть видео мы, значит, построим следующим образом, потому что я записал себе, нам надо ответить на вопрос, когда нам вообще подходить к ООП правильно, и что на данном этапе, Мухаммед, вы должны, именно должны, себе должны, считывать, понимать, да, вот вы два месяца, и у вас, может быть, два размышления, вот я буду учиться, учиться, и потом буду программировать, не факт, не факт, вы можете начать программировать сейчас, но плохо, а потом лучше, лучше и лучше, но мысль, что сейчас я наберусь информации, а потом буду программировать, не будете, это примерно сказать то же самое, если у вас в комнате разбросаны вещи, вы скажите, вот я сейчас выйду, да, пройдет немножко времени, я приду, и оно все соберется, если кто-то не соберет, или вы сами не соберете, само оно не соберется, поэтому давайте таким образом поступим, вот читаем сообщение, это сообщение вот 26 сентября, сейчас, сейчас у нас, чтобы вы понимали, временной период, который прошел, сейчас у нас январь, это октябрь, ноябрь, декабрь, то есть это уже тот момент, вот до этого этапа, Денис собрал в голове функции, вот тот момент, когда он начал писать, у каждого человека этот момент наступает, а у вас, Мухаммед, мы этот момент будем просто пихать, да, пихать его в нужное русло, потому что у вас еще опыта мало, но надо просто правильно выбрать тактику, вот что он писал, ощущение такое, что смотрел сериал из тысячи серий, но вот никак не мог найти первую серию, то есть, вот была каша в голове, на сегодняшний день, человек готов к ООП, а почему, сейчас поговорим, вот сообщение чуть позже, того же человека, считывание параметров, оказалось той базой, которая лежит повсюду, везде, что-то передается, а заметьте, заметьте, сейчас вы мне, Мухаммед, будете задавать вопрос, потому что, если прочитать ваше сообщение, успел изучить списки, функции, возможно, можно еще что-то надо учить, да, вот это, вы не занимаетесь программированием, вы просто решили так, что вы занимаетесь программированием, такой метод подходит прекрасно для общеобразовательной школы, где, в принципе, сидит 30 человек, кто-то будет программистом, кто-то не будет, надо рассказать, рассказали, что-то в голове осталось, да, что, по сути дела, программистом-то можно стать, вопрос как, это уже другой, это, такие, принцип, такие, такой принцип, я имею в виду сейчас, именно принцип, справочника, да, прекрасно, по-другому, там не придумаешь, подходит для университетов, где, в конце будет написано, прослушал курс, ну, инженер широкого профиля, дальше уже человек, будем считать так, грамотный, захочет углубиться в программирование, будет там программистом-то, да, не захочет, будет там инженером, да, у вас цель, стать программистом, я зачем вам показывал фрагмент с Дениса, где он рассказал о том, что стало базой, а ведь он до этого, до этого, после прохождения функций, начал писать функции на си, на го, а он их не знал, эти языки, но он знал принцип функций, то есть, подключил другие языки, поэтому, хотите быстрее, здесь еще один пункт добавляем, подключить второй язык, на самом деле, почему я говорю второй, количество языков не имеет значения, все языки абсолютно схожи, функции или в классах методы, есть абсолютно в каждом языке, и все они устроены идентично, если ты понимаешь функцию в одном языке, то будешь понимать во втором, а вот видео я не проговорю, я посмотрю ваше занятие, что надо понимать, да, вот это самое основное, а что же надо понимать в функциях, это уже участникам школы я говорю, да, вот то, что сделал Денис, начал понимать и писать на любых языках, язык перестал иметь значение, но второй язык надо подключить, зачем, а тогда на разнице языков, потому что вроде бы разный синтаксис, да и хрен с ним, но смысл один и тот же, функция и там, и там будет одинаково. теперь возвращаемся, вот смотрите, изучить списки, ну и там так далее, типы данных у вас будут доходить в три этапа, если по сути дела вы изучаете типы данных, списки, словари и прочие вещи с нуля, будем считать, что вы с ними знакомитесь, вы их понять не можете, не знаете как, и не знаете, как это сделать правильно, почему, потому что понять эти вещи, для того, чтобы понять, у вас будет еще два этапа, когда вы разберетесь в функциях, тогда у вас будет немножко другое отношение, когда вы разберетесь в классах, откроем документацию, откроем глоссарий, и откроем, откроем последовательность, из вашего письма видно, я разобрал списки, и я даже знаю, как это у вас будет происходить, вы будете долго и упорно думать, так, а что ж там список делает, и что в нем, а потом будете долго соображать, а что в кортеже, но ведь эта выделка не стоит ничего, иными словами, вы просто познакомились, когда вы будете изучать правильным подходом, который мы уже в конце на заданиях, да, вот больше уже соберем до кучи, то на самом деле, вот здесь написано следующее, что есть последовательность, и к последовательности относятся список, строка, кортеж и байты, и по сути дела, оказывается, если разобраться, какие свойства имеет последовательность, то уже заранее вы придете к тому, что, ах, оказывается, мне заранее понятно, что будет делать список, что будет делать кортеж, единственное, зачем можно будет залезть в документацию, это посмотреть методы, которые позабыли, но свойства последовательности вот здесь вот написаны все, но здесь есть еще такие вещи, как итерации, да, то есть, чтобы понять это на высоком уровне, здесь надо немножко понимать классы, поэтому я и сказал, к типам данных, которые изучает человек в начале пути, по принципу справочника, и я вам скажу больше, мне пишут вот ребята на ютюбе, да, бывает на ютюбе, бывает почте, что в большинстве своем, большинство ребят, которые вот начинают, давайте изучим типы данных, да, вроде их надо изучать, но большинство людей так и не могут ответить на этот вопрос, зачем они нужны, и это ребят не сказать, что вот они дурные, а я не понимал больше года, вы знаете, я когда в 2008 году начинал изучать язык, я так и не понимал, когда в PHP, я сначала взял, бросился в PHP, потом выучил C, и я никак не мог допереть тогда, зачем мне эти типы данных, да, толком, потом это все дошло, поэтому на данном этапе, на данном этапе, ну все стало на места, когда я начал работать уже с функциями, то есть, по сути дела, давайте, пока я сказал, чтобы вы поняли меня, теперь давайте, что в данном этапе вы можете сделать, вы можете сделать следующее, проработать функции, абсолютно верно, если вы находитесь, неважно на каких курсах, и там вы функции прошли за два занятия, мы не трогаем преподавателей, я же сказал, преподаватели приходят на курсы, чтобы, грубо говоря, получить дополнительные деньги к основной работе, в большинстве своем, там, будем говорить так, вот такой вот план обучения, чтобы занять человека, откройте, пожалуйста, любой документ, как мы с вами открывали, и посмотрите, все документы стоят, в данном случае, это методы, DEF, 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 то есть, функции и методы, то, что надо понимать, и теперь вы спросите вопрос, так я ж новичок, а вот для этого и существует такое понятие, что хочет узнать новичок, если что хочет узнать новичок, если мне кто-то сказал, новичок размышляет, что надо конкретно делать точно, да, чтобы я начал писать код, я же вам показывал пример Дениса, да, который начал писать, сейчас готов к классам, других ребят в конце еще немножко, может быть, расскажу, а в принципе, ребят, тут все проще, вот тут есть еще и видео крутой Python, тут вы найдете разные видео, ребята с разными уровнями, в том числе, и когда с самого нуля, так вот, я вам и говорю, есть такое понимание, понятие функций, сейчас в ваших силах на функции, вы занимаетесь на курсах, но основной упор делаете на функции, их сейчас надо затереть до дыр, сейчас надо разобраться в них профессионально, вот сейчас, когда вы проходите, перекладываю вам на примеры с бытовой жизнью, смотрите, мы собрались пойти в магазин, пойти в магазин, это задача, это функция, это задача, которая включает много элементов, а давайте-ка сделаем так, эту задачу сейчас не будем никак интерпретировать, а начнем, вот эта сетка, на следующий день, вот эта сетка, когда-нибудь, а вы думаете, ну, наверное, если я знаю сетку, когда-нибудь я пойду в магазин, а ты знаешь, что такое, есть маршрут в магазин, а ты знаешь, что можно записывать, а ты знаешь, что можно записывать продукты, какие купим, и представьте, я буду вам рассказывать это, но так в магазин вы не пойдете, понимаете, проще взять и сказать, слушай, мы сейчас с тобой пойдем в магазин, для этого, вот нам надо покушать, допустим, сегодня на ужин у нас борщ мамка будет варить наша, вот нам надо купить свеклы, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и следующее, давай это запишем, чтобы не забыть, берем сетку, вот мы идем, в магазин нам надо продукты, вот мы идем по маршруту, пошли, таким образом вы за один раз научитесь ходить в магазин, в программировании это и есть работа функций, весь остальной язык можно изучать, понимая функции, тогда вы начинаете писать сразу, плохо, но с первых шагов, самое страшное в программировании это раздробленность информации, когда человек не знает, куда тыркнуться, пока вы изучили списки, когда дойдете до сюда, вы вот это все помнить не будете, потому что в голове у вас каша, а прицепить эту кашу к чему-то нельзя, я надеюсь, вы меня услышали, следующий момент, что от вас требуется, по крайней мере, вы должны от себя требовать на данный момент, вы два месяца учитесь, навряд ли вы что-то будете уметь, сейчас пока, да, уверенно, но вот вы прошли типы данных, по крайней мере, ваша задача сейчас их узнавать, и пытаться понять первичный смысл, видеть в коде, но в настоящем коде, а если вы себе ответите на вопрос, когда я уделю особое внимание функциям, то, оказывается, файл начинает уже потихоньку петь другими красками, ведь сколько ребят в школе приходит, двух слов связать не может, проходит несколько месяцев, и уже уверенно описывают довольно сложные файлы, что там происходит, теперь еще один момент, подход к классам, конечно, давайте логически, классы можно изучать, я даже скажу, как будут изучать, вы будете изучать классы, и большинство будет, вы будете изучать на исследование, а что там в классе происходит, вы понимать не будете, а в чем причина, ну давайте откроем опять файл, тут же все очевидно, к гадалке не надо ходить, ну, деф, деф, ключевое слово деф определяет метод или функцию, да, в данном случае метод, скажите, пожалуйста, вот я Денису написал, что и сейчас у нас какой месяц? январь, да, и мы вот как раз в следующей неделе, это 23 год, так что кому интересно приходите в школу, будем, я буду давать ООП показывать, да, как правильно его изучить, то есть в принципе, смотрите, вот я написал, ну вот Денису, да, ну вот теперь для работы с классами точно готов, то есть да, он уже кое-что знает с классами, где-то там что-то ковырялся, да, работает Джанго, но ведь есть признаки, смотрите, ранее сообразил, вот когда первые признаки, смотрите, первый признак, он прекрасно владеет функциями, то есть методы классов это те же функции и живут по тем же законам, для него это уже понятно, скажите теперь, действительно ли Денис в данном моменте сможет сосредоточиться на логике построения работы с классами, да, действительно, а давайте-ка отсюда функции выбросим, в данном случае это методы конкретно, да, но считаем, что он функции не проходил, и дальше он будет проходил бы классы, бестолку, одну кашу наслалили на вторую, и при этом все равно в ней писали, то есть решен вопрос с функциями в глубоком уровне, теперь скажите мне, вот, вот что он писал, да, и так вы должны завыть, завыть, а то мы прошли, я прошел, это не серьезно, Мухаммед, так что берите за голову, вот, вот, итерации прекращают, достаточно, не прилипает уже ничего, неинтересно, придет время, итерация вернет себя в начальную точку сама, все, и дальше пошли уже выдумки, почему нет, но, что я сделал, что я ему начал говорить, что нет, нет, я выждал определенное время, а потом написал видео, хотя месяц мурыжил итерации, а что делать в классах, если он, допустим, собрался учать классы без итерации, да нечего там делать вообще, отвлекаться на итерацию нельзя, она должна быть усвоена на высоком уровне, но, тогда я рассказывал, у Дениса оставалась одна вещь, вот это могло уйти в заввение, то, что не прилипает, а еще могло взять и бац, и уйти в заввение, это то, что я вам вначале показывал, Мухаммед, вот вам даю эту подсказку, абсолютно бесплатно, да, считайте, очень крутая вещь, а когда я ему объяснил, хорошо, вот, Денис, ты изучил итераторы, и говоришь, ну, где-то потом, а помните, я вам рассказывал, как в жизни, мы приехали на дачу, у нас грязно, но веника нет, все равно у нас есть шаблон, что чистоту можно вести тряпкой, в конце концов, щеткой, в конце концов, нарвать прутьев и сделать веник, у нас есть шаблон, как это сделать, так вот, эти итерации ушли в забвение, если бы Денис не начал прорабатывать то, что ему сказал, сделай полуфабрикаты, у тебя сложилось в голове, Денис, говорю, следующее, первое, ты понимаешь итерации, это раз, ты работаешь с документацией, знаешь, где найти, это два, ты понимаешь документацию, это три, но надо закончить, нужны полуфабрикаты, вот тебе профессиональный код Джанго, смотри, что делают итераторы, описывай, и то, что останется в голове у Дениса на сто процентов, этот полуфабрикат решение, если есть список элементов, там добавил, удалил, неважно, то я могу как проверить итерации, и пошли вот эти десять случаев, а дальше они будут нарастать, это то, что точно останется, документацию знаете, посмотреть, как лучше сделать, но решение в программировании, оно должно жить с вами уже, Мухаммед, улавливайте, о чем я говорю, насколько глубокий подход, да, программистом, а теперь я задаю вам вопрос, а вы сегодня глубоко знаете функции, а вот будете проверять себя, поэтому отвечаем на вопрос многих ребят, когда может не получиться стать программистом, только в двух случаях, я называю два случая, первый случай, есть ли неверный подход, сколь угодно, долго, вы можете учиться сначала до конца в виде справочника, писать вы никогда не будете, смотрите, ведь я когда рассказывал сейчас, я рассказывал иные вещи, здесь нету их, которые я давал задания Денису, то, что оставалось, сколько мы шагов прошли, да, и чего мы добились, добились двух вещей, которые произошли в его голове, у него в голове появилась система, раз, он начал понимать, видеть, что где передается, считывать моментом параметры, то есть, вот эти вещи у него начали происходить на автомате, почему, потому что он работал с функциями, когда вы будете проходить материал от начала до конца, не заостряя внимание на чем-то, да, а просто вот это, вот это, оно делает то-то, вот это, вот это, вспоминайте вот эту вот вещь, когда он говорил про двигатель, пришли, ходите год в гараж и смотрите на эти запчасти, никогда не соберете, а возьми вас за руку, собери пять двигателей, через две недели вы уже сами самостоятельно, следующий двигатель сами соберется, две недели, поэтому Денис написал, за пару месяцев мы собрали у него в голове, и правильно, ребята школы смотрели, у кого-то нет времени, так как Денис активно работать, есть один час в неделю, но он делает правильные вещи, и тоже будет писать, пусть он меньше занимается, но писать будет, потому что первая вещь, неверный подход, вторая вещь, если вы бросите программирование, больше я причин не вижу, вы поняли абсолютно верно, писать может абсолютно каждый человек, кто-то хуже, кто-то лучше, это зависит уже от вас, но основная задача в моем случае была, чтобы Мухаммед использовал на все сто, вот он оплатил там курсы, прекрасно, преподаватели, я думаю, там прекрасно, я уверен, план не они составляли, но тем не менее, возможно, в рамках плана они прекрасно расскажут, так пусть он из этого извлекает пользу на все сто процентов, а сам бомбит, функции, мы ему дадим задание. Так, будем заканчивать. Итак, подводим итог. Вы послушали видео, по сути дела, я ждал вам, вот в реальности я вам дал два задания, а все остальное время объяснял. Да, я еще два фрагмента обещал про других ребят рассказать. Очень интересные ребята тоже работают, да. Вот парень, Дима из Беларуси, да, но тут вообще интересная история. прекрасно прекрасно пошел в JavaScript. Игромное вам спасибо, что столько лет делаете такую работу и помогаете простым ребятам стать программистами. Ну, что мне, я только показал, куда идти, начал топать. Ну, что главное, когда Дмитрий пришел, и я ему как дал файл, как загрузил там функциями, да, все вот под расписку. Что он написал? Он написал, о, так это ж на лет 200 мне. Все. Потом успокоился. Прошло немножко времени. Слушайте, ну, прислал такие файлы, видно, и видео вижу смотрел, и разобрал, и оказывается в ник. А то говорит, я три года занимаюсь программированным перед этим, ну да, есть функции, но я там особо не обращаю внимания, но есть и есть. Пошел человек, пошел, все, затопал, ножками, ножками своими уже. Вот интересный парень, ну, этот, Логин Имка, да, прекрасно по шаблону, по шаблону, писал функции. Все прекрасно делает домашнее задание. Ну, точно видно, что функции писать не умеет. Ну, точно видно. Я ему прямо написал, но в вашем случае вас надо выталкивать с того, с того, именно, с той атмосферы, где вы прекрасно устроились. Уроки уже проходить, это не ваш уровень. и отправил в пандас, где был смысл написать одну функцию и в ней использовать ту функцию, которую ранее написали. По сути дела, применение параметров на практике. Сначала ничего не сделал. Написал, ну, не смог выполнить. А зачем идти дальше, если не смог выполнить? Все смог. Потом сделал, прекрасно прислал задание. Где стояла цель, которую преследовало задание? То есть, чтобы человек Дмитрий зовут, начал учиться писать функции самостоятельно, использовать их на практике. Это и есть вот само написание, которому вы должны в скором времени прийти, Мухаммед. но по всем правилам обучения начал делать то, что начал делать, то, что надо. Пришлось клиниться в библиотеку, в данном случае Пандас, которая вводит информацию, большие данные в удобном формате, найти какие-то модули, проработать их, потом написать одну функцию, пойти через исключение, а потом начать все это использовать. То есть прошел процесс, который проходит каждый разработчик ежедневно, но этот процесс надо как-то в него сдвинуть человека. То есть, Мухаммед, еще, да, для вас есть одно открытие. То, что вы изучили функции, в данном случае просто прошли, это ничего не значит, ни к чему не ведет. Значит, мы к вам что нагрузили уже? Функции надо отработать сейчас до блеска, сейчас, не потом, не те же себе надежды, что я сейчас все пройду, вы поняли, да, без толку будет. Просто наберете кашу, и потом придет время, потеряете год, и пока не допетрите, что надо что-то делать с этой кашей и как-то собирать, собирать только вам. Поэтому в школе я решил еще более серьезно подойти к функциям, потому что здесь есть опять же несколько этапов, да, но три вещи, три вещи, которые у вас должны сейчас происходить уже на автомате, да, давайте посмотрим. Тут идут методы на автомате. считывание параметров раз, вызов, 2, получаем, нет модуля пандос, потому что я его не устанавливал, да, но тем не менее, сам факт, вызов, и исключение, вот у нас сейчас такое пока, нет модуля, потому что просто я не определял сейчас виртуальное окружение, запустил просто VS Studio, то есть не запускал его отдельно, но тем не менее, сам факт, через исключение, и исключение, связанное с запуском функции, и особенно связанное с параметрами, их на самом деле не так много, если это очень прекрасно изучить, то получится 100% такая картина на выходе, мы такое уже проходили, то есть задание огонь, да, не смутило, что Джанго увидел, чего-то там не хватает, Денис, да, и решил за 40 минут, неплохо, неплохо, решил сам, но, ведь очень много ребят, раз, и погнали, второе, Джанго, да, и погнали, страница, да, Мухаммед, а кто эти люди, они плохие, нет, а им просто никто не сказал, что в свое время надо было разобрать функции в определенном порядке, это и есть подход, понимаете, это и есть подход, работать со стороны исключений, это и есть подход, поэтому, что они делают, они делают в большинстве своем то, что просто лазят тупо по гугл и ищут ответы, которые схожи с ними, ну, какое же это программирование, это мучение, да, иногда тут такого понаписывают, тут еще надо, вы знаете, иметь хорошие нервы, чтобы с компьютером не начать ругаться, когда почитаешь, как одни объясняют другим, поэтому не всегда получается даже спокойно отнестись, но, ладно, поэтому лучше не читать, так, ну, итак, крайнее, что надо сказать вам, добрый путь, выполняйте задания, которые дал, да, это сложно, но я же вам сказал, на данном этапе вам надо просто начать видеть коди, но в реальном коде, а потом этот файл будет больше, больше открываться для вас, на самом деле, сейчас происходит то, что, о чем многие ребята мечтают, да, кто мне сказал, что делать, вот сейчас, ребята, вы получили прекрасный заряд, да, направления, вот, что вам делать в программировании, чтобы реально писать, на реальных примерах, поэтому все сейчас, в данном случае, мы на примере, Мухаммеда, в его руках, есть курсы, которые вы ранее оплатили, прекрасно, теперь вы можете их использовать на полную катушку, для себя, в пользу, теперь книга, любая для вас, может быть в пользу, у вас должны после этого видео, первое, появиться рвение к выполнению задания, конечно же, куча вопросов, но у вас, вы четко поняли, у вас появились критерии, а когда я к классам подойду, а с чем я должен подойти к классам, а куда мне сейчас двигаться, ведь это самые главные вопросы, которые интересуют новичков, ну что ж, здесь нет секрета, поработайте с языком лет 14, как я, и все это будете, после 10 лет все это видеться, но зачем ждать 10 лет, если это можно увидеть сегодня, будете работать по системе Повсуновского, не будете, это дело ваше, кто-то другой, кто посмотрел видео, возможно будет, в любом случае, ребят, все в ваших руках, будете пишите ли вы писать через 2-3 месяца, пусть плохой код написать будете, зависит от вас, да, либо вы будете набирать кашу, после этого видео у вас не получится отмахнуться и сказать, а это все херня, да, почему, потому что если вы будете просто тупо изучать сначала до конца, то вы сами проверите на себе, что вы получите кашу, кашу написать не будете, с другой стороны, вы посещаете курсы, читаете книги и продолжаете это делать, но, что нам надо изменить собственный подход, да, мы меняем собственный подход и просто единственное, что меняется в нашем подходе, это на что мы начинаем обращать особое внимание, выставлять определенные требования, в принципе, это и есть задача преподавателя, да, и бац, пишем, да, но ведь если вы смотрели внимательно все видео, я не зря так подробно рассказывал, то на самом деле вот тот же Денис Кеплер, да, Ник, проделал огромную работу, но с одной оговоркой, кот начал идти с головы, он начал писать, да, собрал систему, стало понятно, то есть то, что писать будете, вы увидели, что можете, то так делайте это, делайте, ребят, столько еще надо кода написать, мне будет очень много радости, чуть-чуть сдвинул вас в нужную сторону, и смотришь начали писать, ну, а кто хочет больше такой информации видеть, и если хочет работать в группе, ребят, ну что тут, приходите в школу, spb-tut.ru, поделитесь это видео, помогите, не жмодничайте, да, потому что очень большая нехватка программистов, очень большая, и это будет длиться еще годы и годы, дайте людям возможность, как это правильно тут сказать, людям возможность писать быстрее, и вам дастся тогда, что я еще хотел сказать, spb-tut.ru, да, здесь есть индивидуальное обучение, в общем, почитайте, а так, недорого, приходите, я направляю и, как в данном случае, бесплатно, кому-то нравится индивидуально заниматься, это круто очень, ну, в общем-то, все получится, писать вы точно будете, я не вижу причин, и надеюсь, что после этого видео вы тоже увидели, что ничего нет такого, что можно было бы, ну, преградой, единственная преграда, если вы бросите, да, все, это не мое, я бросаю программирование, в описании будет видео, как я начал писать код, это видео к статье, да, просто я обратил на нем на внимание на основные моменты, да, а в описании есть эти статьи, которые можно прочитать в двух местах ВКонтакте, например, либо на сайте школы, да, то есть поймете совершенно мой подход, и немножко по-другому посмотрите на вообще программирование, очень длинная статья, просто на том же Ютюбе, в описании она не уместилась, ВКонтакте, вот в статьях получилось уместить, то есть разрешило оно количество символов, все, спасибо за доверие, понравилось, ставьте лайк, и, ну что ж, писать будете, никуда вы не денете с подводной лодки, так как все это решаемо. Продолжение следует...